Новое видео выходит каждый день в 20.00. Когда-то очень давно я задался одним очень важным вопросом, который по сей день волнует большое количество игроков Сампа. Почему же сервера Сампа лагают? Или почему лагает сам Самп? Почему, когда я захожу в одиночную GTA San Andreas, то у меня ничего не лагает? У меня очень много FPS. А стоит мне зайти в какой-нибудь GTA Самп, на какой-нибудь Эвольве, на какой-нибудь Капт Грувы против Балласов? Всё, пиздец, что делать тогда? Всё, минус FPS. И что делать? Именно поэтому так популярны FPS, апсборки и вообще всякие прочие видео по Сампу, которые помогают поднять FPS. И дело тут не в вашем компьютере, а дело конкретно в сервере. В принципе, если у вас идёт GTA San Andreas, то и Самп должен идти. А если Самп у вас не идёт, но GTA San Andreas просто летает, значит проблема в самом сервере. И давайте в данном видеоролике я разберу достаточно частые ситуации, когда у вас или из-за чего у вас может лагать GTA Самп. Давайте начнём. Самое первое, это достаточно большое обилие маппинга на сервере. И это, наверное, самое важное, что вообще стоит упомянуть в данном ролике. Ведь чем больше всяческого маппинга и так далее, тем меньше у вас FPS, так как он очень жрёт ресурсы вашего компьютера за счёт того, что в вашей видеокате нужно отрисовывать больше моделей. А иногда некоторые очень ушлые разработчики серверов, они делают маппинг в маппинге в маппинге в маппинге в маппинге, блять. Когда ты заходишь в один какой-нибудь интерьер, данный интерьер находится в каком-то маппинге, потом из этого экстерьера того маппинга ты заходишь в другой интерьер. И блять, и FPS там просто какой-то, блять, там просто пиздец, там нету FPS, даже на каких-то мощных машинах может очень сильно лагать GTA Самп. Именно из-за маппинга. И маппинг может проявляться по-разному. Конечно, интерьер в меньшей степени, но так или иначе интерьер, экстерьер и в целом маппинг. Вот скажем, едете вы по какой-то густонаселённой улице, допустим, подъезжаете к мэрии, а там стоит, допустим, очень много каких-нибудь домиков, перенесённых, допустим, из поломи на крик. Или вообще моделек, а также текстурок, не связанных с одиночной игрой GTA San Andreas, которые просто были туда добавлены. Но не были использованы в самом сюжете игры, либо они так запрятаны, что их мало кто вообще видел, находил и так далее. Но тут они есть. Или, возможно, модельки, которые убрали вследствие того, что они сжирали очень много ресурсов, опять-таки, компьютера. Но ушлые разработчики самп серверов добавляют всё это, дабы всё было красивее и так далее, забивая на оптимизацию. Им вообще похуй, как будут играть люди. Главное, чтобы было красиво. Да и ту красота отходит на второй план. Главное, чтобы было наворочение, как у Аризоны. Вот у Аризоны много маппинга, много интерьеров, много всего прочего. Значит, и мы будем делать так. Однако, не забывают про простейшую оптимизацию. И из-за этого, блять, играть на сервере просто невозможно. Я, в принципе, не знаю, каким разработчиком нужно быть, чтобы так не заботиться о игроках. Ведь чем меньше FPS у игроков, тем меньше игроков на вашем сервере. Неужели это непонятно? Если человек играет в самп, значит, ему не интересны другие игры. А почему человеку могут быть не интересны другие игры? Либо он знает такой великовозрастный, либо у него другие интересы, либо просто не тянет компьютер. И это чаще всего вот из-за чего люди играют вот конкретно в самп. А вы тут, блять, такой умный, хороший, наставили дохуище всякого маппинга, блять, интерьеров, экстерьеров. Соответственно, естественно, у людей, блять, будет всё лагать. Это просто пиздец. Но, разумеется, каждый хочет сделать по-своему. Чтобы было охуенно, чтобы было классно, чтобы игроки подольше задерживались на сервере. Именно из-за этого они ставят столько маппинга, а не для того, чтобы у вас было меньше FPS. Тут так же, тут так думать не надо. Это, естественно, они могут, как сам ПРП, взять стандартную карту GTA San Andreas со всеми стандартными интерьерами, со стандартными зданиями. Дать им какие-то стандартные функции, по типу, там, я не знаю, тренажёрный зал из одиночной игры, это тренажёрный зал в САМПе. Магазин одежды из одиночной игры, это магазин одежды в САМПе. Я думаю, что вы меня поняли. И вот самое основное, это маппинг. Именно маппингу в данном ролике я, наверное, посвятил большую часть времени. Хотя мы посмотрим, я стараюсь уделять на все вещи одинаковое количество внимания. Где-то рассказываю больше, где-то рассказываю меньше. И я думаю, что вы меня поняли. Так вот, я надеюсь, что вы поняли, что чем больше маппинга на сервере, чем больше интерьеров, чем больше экстерьеров, тем, блять, всё происходит намного хуже. И чем меньше разработчики, вот именно вот эти вот мапперы запаривались над оптимизацией, тем меньше у вас будет FPS. Это если так подрезюмировать, вот всё, что я сказал. Идём дальше. Никнеймы, теги, там, клантеги и так далее. Если вы играете на Аризоне, то вы можете знать, что такое тег семьи и так далее. И сейчас в САМПе всё завязано вот как раз-таки вот на этом вот тексте. Допустим, ты делаешь какую-нибудь отыгровку в чате, слэш ме, слэш аме, слэш туду и так далее. Это всё отыгровка, это всё идёт в чат, это всё жрёт производительность компьютера, так как нужно компьютеру в видеокарте обрабатывать цветной текст. Ладно бы текст был какой-то чёрно-белый или хотя бы белый, его легко обрабатывать. Но тут же цветов текста очень много и из-за этого FPS также поджирается. Также, вот вы, наверное, часто могли заметить, когда вы заходите на какой-то людный, на мясной капт, где большое количество вот всяких тегов, нейм тегов, просто никнеймов и так далее, у вас очень мало FPS. Но стоит вам выключить все вот эти вот, знаете ли, тексты, я не знаю, как это назвать, самбгу, по-моему, или что-то наподобие, то хоть нет, самбгу, это, по-моему, именно диалоговые окна, как выглядят, или не диалоговые тексты равные, неважно. А, нет, тексты равные, это вообще другой. В общем, текст, основной вот поджиратель FPS, который идёт после, сразу после маппинга, это текст. То есть, в текст входят никнеймы, клан, теги, в общем, всё, что имеет текст в сампе, а в сампе тексты нет абсолютно всё. Всё, захотел отыграть какую-нибудь, там, я не знаю, отыгровку, нормальная тавтология, у тебя текст. Захотел покушать в какой-нибудь забегаловке в сампе, у тебя текст, то есть, слэш, а меня там поел, и тогда, ой, слэш, ми, поел, и так далее. Захотел там ещё что-то, у тебя текст, у тебя постоянно над головой текст. Захотел повзаимодействовать с каким-то другим игроком, у него на голове текст, у него также, если вы играете на Аризоне, под никнеймом, под его, который состоит из текста, у него тег семьи, потом, ну, ещё там много всех. И ещё, вот он отыгрывает, там же ещё над головой вот это вот всё пишется. То есть, он, вы понимаете, насколько большой поджиратель FPS, давайте подрезюмируем немного. То есть, смотрите, никнейм человека, там, тег семьи, плюс ещё какая-то РП отыгровка у него над головой. Это всё над головой персонажа, а что происходит в чате, я просто молчу. Однако, чат жрёт не так много FPS, как вот тот же, вот, те же надписи над головой персонажа. Вот, они жрут реально очень много FPS. И то есть, чем больше вот этих вот всех надписей, чем больше маппинга, тем больше жрётся FPS. Именно поэтому вот так заходят все эти сборки. Однако же, в FPS-апсборках чаще всего не уделяется внимания именно вот этим вот двум поджирателям FPS. Просто больше каких-то вот жрущих FPS функций в САМПе я вот так вот сходу вспомнить вообще не могу. Возможно, их можете вспомнить вы. И если вы, опять же, не думаете, что я вас как-то байчу на комментарии и так далее, то, ну, напишите тогда в комментарии, знаете ли вы ещё какие-то поджиратели FPS. Потому что лично я знаю только вот два, две вещи в САМПе, которые жрёт FPS. Это маппинг и это текст. Вообще, абсолютно любой текст. В САМПе он жрёт огромнейшее количество FPS. И вот таким образом из этого складываются такие проблемы, что люди со слабыми компьютерами не могут поиграть. Да люди порой даже с мощными компьютерами не могут поиграть. А вы представьте, что вы заходите на ту же Аризону, где очень много маппинга, очень много текста над головой и у вас лагает. Однако же, Аризона работает на данный момент в этом направлении. Это ни в коем случае не реклама, тут нет никаких IP и так далее. Об Аризоне, я думаю, на 2019 год знают абсолютно все. Если я произношу имя данного проекта в своём ролике, мне кажется, это больше реклама меня, чем реклама Аризоны. Так как, о, тот чел говорит о Аризоне, значит он что-то про неё знает, давай подпишемся. Ну, что-то наподобие того. И именно поэтому Аризона лагала, потому что изначально они вводили очень большое количество маппинга, очень большое количество текста над головой. Именно поэтому Аризона лагала. Сейчас каким-то образом, я не знаю каким образом можно оптимизировать вот этот вот маппинг, вот этот вот текст над головой. Однако, они это делают. И у них действительно получается. Я вот недавно заходил на ноутбуке поиграть в GTA Samp. Там всё, там всё охуенно. Ты едешь по автошколе, чекпоинты прогружаются моментально, ты арендуешь автобус, всё моментальный отклик от сервера. Никаких задержек нихуя. Даже если у тебя пинг большой, всё срабатывает так, как должно быть. А если у тебя пинг в районе 40, комфортная игра тебе просто обеспечена. Однако же на Аризоне, вот как я помню, многие жаловались на пробив скина на капте, то что скины не пробивались и так далее. Этой проблемой сейчас страдает, насколько я знаю, Эволювы там и ещё какие-то сервера. Но в частности, по-моему, второй сервер или третий сервер Эволювы страдает от того, что не синхронизируются пули, то есть с попаданиями. Нужно нанести там 200 пуль перед тем, как всё хп снимется. И всё. В общем, ладно. Я думаю, что в данном ролике я вам рассказал о двух самых главных поджирателях фпса. И дело в том, что фпс-апсборки, они делаются с уклоном как раз-таки, то есть на вот, на сжимании текстур, когда нужно как-то упростить текст, я не знаю, убрать сглаживание текста, убрать ещё что-то. Если вы не знаете, то текст, он также сглаживается. И вследствие этого ещё поджираются фпсы. Ладно. В общем, я думаю, что на данный момент это, ну, не особо важно. Блять, я только что ударил поп-фильтр. Чуваки, я, наверное, было громко. Блять, если это не получится вырезать, вы это слышите. Ладно, я просто перед вами сейчас оправдываю. Я не специально, на самом деле. Бля. Наверное, это было больно. Я посмотрю по пику, но пик не особо большой был. Ладно. В общем, что ж тут можно сказать. Играйте на серверах, на которых мало маппинга и мало всяческого текста от самого сервера. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был я, Дан. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok